привет дорогие друзья всем привет рады знать и верить что вы подключились к этой трансляции к этому эфиру смотрите его и мы благословляем вас во имя иисуса христа мы верим что присутствие божье она находится с нами и силы его здесь и имя его здесь давайте будем вместе поклоняться вместе славить бога потому что он достоин достоин нашего поклонения нашего времени он достоин нашей песни давайте вместе просто если ты сидишь сейчас встань на свои ноги вместе будем славить бога и петь ему эту песню хвалы и поклонения аллилуйя иисус а я я вся тьма стивилась надо но печаль ради сладости по И чувствую внутри, что сокрушен, Но не побежден я, не побежден я. Когда встаю в твоей любви, Веста почь уходит. Мне нет больше места для стыда, Не пленник я от лжи и для греха. Я прошлое забыть, стремлюсь вперед, Ведь не побежден я, не побежден я. Когда встаю в твоей любви, Веста почь уходит. Когда встаю в твоей любви, Веста почь уходит. Когда встаю в твоей любви, Веста почь уходит. Без зла, что может цепи разорвать, Без смерти ее не в силах удержать. Есть власть, чтобы спасать и воскрешать, Имя Иисуса. Весла, чтобы спасать и воскрешать, Имя Иисуса. Когда встаю в твоей любви, Веста почь уходит. 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 Аминь, Господь, когда мы находимся в твоей любви и в твоем присутствии, Весь страх уходит, И приходит твой мир и твоя радость, Твой покой. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Ты велик, Пой со мной наш Бог. Так велик, Пусть ведет все наш Бог. Наш Бог. Так велик, Бог. Все, давайте будем вместе петь, что Он великий Бог. Наш Бог так велик, Пой со мной наш Бог. Так велик, Пусть ведет все наш Бог. Наш Бог так велик, Он превыше всех имен. Он превыше всех имен. И выше всех имен, Господь. Наш Бог так велик, Он превыше всех имен. Он превыше всех имен, Он превыше всех имен. 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 Аминь. Аминь. Аминь, друзья. Давайте дадим большие аплодисменты там, где вы находитесь. Бог достоин славы. Бог великий. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господь. Приветствую вас, дорогие друзья. И очень рад поделиться Словом Божьим, которое записано здесь в Библии с вами. Чтобы это благословило вашу жизнь. Чтобы ваше следование за Христом, оно имело успех. Чтобы вы смогли исполнить Божье предназначение и Божий самосел на этой земле. Итак, дорогие друзья, хочу, чтобы вы открыли прямо сейчас свои сердца. Просто вот возьмите вот так и откройте свое сердце, чтобы Слово Божье, оно попало в него и произвело огромный плод вашей жизни. Чтобы имя Иисуса Христа, оно было знаменитым и прославилось через вашу жизнь вот в нашем городе, в нашей стране. Хорошо. Пускай Бог благословит. Пускай Бог, Он просто сделает вот свою работу в нашей жизни. И хочу поделиться с вами четырьмя законами в учении одного мужчины по имени Асав, который я нашел, когда читал Библию. Ну, не просто читал, а на самом деле думал и молился, о чем поделиться, каким словом, что сейчас важно и нужно для жизни подростков и молодежи в данный период времени. И вот о чем хочу рассказать. Асав – это был такой певец и музыкант. Он жил еще при царе Давида и служил в храме вот именно вот в этой части. Он был певцом и музыкантом, как я сказал. И он в Псалме 77, я прочитаю его чуть-чуть побольше, чтобы вы поняли, но там такая хорошая речь идет. Он говорит. «Внимай, народ мой, закону моему, преклони ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям». И вот, что нужно передавать детям к детям, чтобы вы могли также об этом говорить друзьям, знакомым, семьям, будущим детям, да? Чтобы знал грядущий род, что говорить, да? «Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобным отцам их рода упорному и мятежному, настроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим». Друзья, вот что я увидел. Четыре закона от Асафа в учении его. Итак, первое. Во всем и всегда в первую очередь возлагать надежду на Господа. Друзья, иногда или часто бывает так, что последнее, о чем мы подумаем, это помолиться. Или Господь может нам помочь. Потому что в начале, в самом, мы думаем, как мы можем решить ту или иную проблему, ситуацию или разрешить какой-то вопрос. А в последнюю очередь почему-то думаем. Но здесь Асаф говорит о том, что возлагайте свою надежду на Господа и передавайте это другим людям, передавайте это из поколения в поколение. Бывают болезни, бывают проблемы, бывают конфликты, бывает потерял что-то. И знаете, в первую очередь мы можем возложить свою надежду на Бога. Что мы найдем, что мы исцелимся, что все будет хорошо. Что придет Божье обеспечение и Бог нам поможет. Потому что Он с нами рядом, Он заботится о нас. Вторая часть, о которой Он говорит, это помнить. Это помнить и не забывать дел Божьих. Не забывать то, о чем Господь делал в нашей жизни. У каждого из нас, я верю, есть какое-то свидетельство, какое-то чудо Божье, что сделал Господь вот за то время, которое мы уже живем с Ним. Или в нашей семье, или у наших друзей и знакомых, или у кого-то в церкви. Кстати, читая Библию, мы можем услышать множество историй, множество свидетельств чудес Божьих. И мы должны помнить об этом. Потому что это будет подкреплять меня. Это будет тогда, когда я буду сталкиваться с какой-то трудностью, с каким-то нерешимым вопросом, с какой-то ситуацией. Это будет подкреплять меня, когда я буду вспоминать, а Господь делал определенные вещи. И сейчас Он сделает подобное. Он, я знаю, что вот у тех людей, те люди излечились от смертельной болезни, от рака. Вот тот человек воскрешал мертвых, и они воскресали во имя Иисуса Христа. Вот те истории, которые мы видим в Библии, что Бог разрешал просто проблемы огромные, спасал от смерти людей, разрешал вопросы. Когда мы знаем, что девочка молилась за хомячка, и он устрелялся, и мы можем понимать, что Бог может помочь мне в этом вопросе, если у меня такая же подобная проблема. Я должен не забывать о делах Божьих и о чудесах, которые Он сотворил. И вот третий закон, о чем говорит, да, кстати, и вот маленькая-маленькая семечка, маленькие-маленькие вещи, маленькие-маленькие дела, о которых мы можем вспоминать, которые Бог даже делал в нашей жизни, они могут перевести к великому и большому чуду в нашей жизни в данное время и вот сейчас. Итак, третий закон – это ходить путями Божьими. Или здесь написано «хранить заповеди Его», исполнять Его заповеди Божьи, хранить Его пути, делать, как делал Иисус, как жил Иисус. Если встречается какая-то ситуация, как мне ее решить, где найти ответы? Конечно же, Библия является источником благословения для нас, источником жизни. И Иисус говорит, что Он и есть хлеб жизни, и Слово Его это и есть Он Сам. Когда мы читаем, мы находим ответы на свои вопросы. Когда мы читаем, когда мы знаем, когда мы слушаем Бога, исполняем Его заповеди, мы находим решение своих проблем, и это действительно являются ответы на все наши вопросы. И поэтому ходить путями Иисуса, исполнять то, что написано в Библии, спрашивать у Бога и делать так, как Он нам велит это сделать. Это был третий закон, который говорит Асав, чтобы наша жизнь была благословением. И четвертое, это самое последнее, о том, о чем Он просит нас делать, это быть смиренным и послушным, и верным Богу. Он приводит пример, если мы будем читать дальше эту главу, эту книгу, Псалом 77, мы увидим, что Он говорит о том времени, когда Он вел израильский народ из рабства. Он освободил их, и вот Он был с ними, и вел их в другую землю, в новые дома, в хорошее такое место, где они могли бы жить, процветать и быть счастливы. И в это время, пока они шли этим путем, эти люди, они были такие злые, они такие были гордые, они такие были недовольные, они забывали то, о чем Бог делал в их жизни, хотя Он такие чудеса сотворил в жизни их и их семей. Они забывали, даже не вспоминали об этом. И вот Он говорит, чтобы мы были, как знаете, как глина, такая мягкая и послушная, чтобы Бог мог лепить из нас то, что Он хочет, чтобы Он мог нас преображать в свой образ и подобие, чтобы наша жизнь, она, знаете, была такая податливая к тому, что хочет Бог сделать в нас, для нас, да, и для жизни людей, которые окружают нас, для города и для всей страны. И вот Ассав, такой молодец, написал это в Библии. И вот что мы видим. Первое, это, конечно же, возлагать надежду на Господа, друзья. Где бы ты ни находился, что бы ты ни думал о себе, о других и вообще о своей жизни, возлагай надежду на Господа в первую очередь. Знай, что Бог рядом, что Бог за тебя, и Он поможет тебе в трудностях твоих и в твоих ситуациях. Второе, конечно, помни то, что Он делал в своей жизни. Но если ты думаешь, что в твоей жизни еще, или ты не замечаешь, что-либо такого чудесного было от Бога, тогда посмотри на жизнь других людей, на жизнь людей, кто является церковью. Посмотри истории, которые записаны здесь в Библии, что Бог делал в их жизни. И также знай, что Он сделает то же самое в твоей жизни. Помни об этих чудесах и о великих делах Божьих. Следующее, Он говорит о том, чтобы мы ходили путями Иисуса Христа, соблюдали Его заповеди. Вот то, что Бог нам говорит, как общаться с людьми, как обращаться с деньгами, как с семьей отношения строить, с Богом, с родителями. Поступай так же, и ты будешь благословен. И четвертая часть, последняя часть в законе Асафа, Он говорит, что будь таким смиренным, кротким, послушным человеком, чтобы Бог мог свою волю творить через тебя, чтобы ты не был упорный, такой бунтарь, такой гордый, знаешь, мне вот ничего говорить не надо, я и так сам все знаю, это я все слышал, я сам сделаю, как я хочу. Ну тогда проблема возникает, тогда очень сложно Богу менять нас. Но наше изменение, оно меняет мир вокруг нас. Если ты хочешь изменить мир, если ты хочешь сделать его лучше, свою семью, свою жизнь, жизнь церкви, жизнь людей, которые окружают тебя, друзей и знакомых, тогда тебе нужно меняться самому. А в этом заинтересован очень сильно Бог. И еще один мужчина по имени Асаф, который дал нам эти четыре закона. Поэтому, друзья, возлагайте надежду на Господа и будьте в этом благословенны. Такое слово на эту неделю для вас. Принимайте его, пускай оно прорастет в глубину вашей жизни, вашего сердца, укоренится и принесет большие плоды. И пускай никакой ветер, никакой ураган не вырвет это слово из вашего сердца. Поэтому, друзья, благословляю вас, надейтесь на Господа, помните о делах Божьих, будьте смиренными и послушными и ходите путями Иисуса Христа. Вот как Он сказал, как Он сам жил, так и поступайте. И да будет благословение в нашем городе, в наших домах, семьях и церкви. Во имя Иисуса Христа. И вместе давайте помолимся. Давайте вместе помолимся о том, чтобы это было в моей жизни. Чтобы я действительно был таким, каким хочет меня видеть Бог. Чтобы я в первую очередь возлагал надежду на Господа. Чтобы я обращал внимание на то, как жил Иисус и старался поступать так же. Чтобы я действительно помнил о всех чудесах Божьих. И, может быть, даже блокнот сделал такой с записи. Бог сделал это, Бог сделал то в моей жизни, в жизни других людей. Кстати, хорошая такая практика, такой лайфхак. То есть возьми блокнотик или заметки и пиши все чудеса Божьи, которые ты замечаешь. Возможно, через год ты подумаешь, да это просто совпадение, случайность. Но на данный момент ты думаешь, что это не просто так, что это чудо Божье. Запиши его, потом периодически открывай, вспоминай о делах Божьих в твоей жизни, в жизнях семей, в жизнях церкви, в жизнях других людей или тех людей, которые ты прочитал в Библии, которые жили раньше. Помни об этом. Также ты можешь записать туда же, допустим, те ситуации, которые помогли тебе в решении проблем. Ну, разные, во взаимоотношениях с людьми, в решении каких-то конфликтных ситуаций. То есть как раз это решение, это пути Иисуса Христа. Если Он говорит, что есть у тебя враги, то ты их благословляй, и ты сделал это, и это сработало в твоей жизни, и это большое чудо. Также можно записать об этом в своем блокноте, в своем конспекте. Вот, давайте помолимся об этом. О том, чтобы Бог менял наши жизни, через четыре закона работали в нашей жизни, чтобы мы возлагали надежу свою на Господа. Господь, я благословляю всех тех, кто сейчас смотрит этот эфир, кто действительно открыл свое сердце и принимает слово. Пускай оно укоренится в сердце, пускай оно принесет большие плоды, пускай оно изменит жизнь человека во имя Иисуса Христа. Пускай имя Твое, оно прославлено будет через наши жизни, пускай Твое имя будет знаменитое в нашем городе, через наши измененные жизни, через то, что Ты делаешь в наших семьях во имя Иисуса Христа. Господь, помоги нам в первую очередь возлагать на Тебя всю надежду, помнить о делах Твоих, которые Ты сотворил, о чудесах, которые Ты делал вот в этом мире от Его сотворения. Господь, помоги нам ходить путями Иисуса Христа, поступать как Он, быть как Он, жить как Он. Господь, помоги нам быть просто послушными и смиренными людьми, чтобы Ты мог, как скульптор, творить из нас свой шедевр. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие друзья. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. И всего доброго. Друзья, мы очень рады, что вы действительно с нами, что вы находитесь на собрании, что смотрите нас. Ребят, нам очень приятно, что вы находитесь на домашних группах. Мы очень рады приветствовать вас на домашних группах, поэтому подключайтесь, смотрите. Эти собрания мы выкладываем как запись в прямом эфире, поэтому вы можете посмотреть в любое удобное для вас время. Пусть Господь благословит вас на этой неделе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok